здравствуйте друзья в этом видео я хочу познакомить вас продукции от украинского бренда koala умными устройствами предназначенными для работы в экосистеме apple home kit конечно ни для кого не секрет что непосредственно производство находится в китае и нечто подобное можно найти в бесчисленных магазинах алиэкспресс суть в том что бренд берет на себя заботы по выбору лучшего производителя тщательно проверяет качество продукции определяет оптимальный ассортимент консультирует и конечно осуществляет поддержку и предоставляет годовую гарантию на все устройства к этому добавьте локальную доставку без необходимости ждать посылку от двух недель до пары месяцев в этом видео я покажу сразу три гаджета реле с кинетическим выключателем компактная мини рельеф подрозетник и управляемую розетку переходник ссылку на них вы найдете в описании под видео перед тем как мы начнем прошу вас поставить лайк этому видео чтобы его могло найти больше людей интересующихся тем и умного дома и подписаться на мой канал если вы не сделали этого раньше как я и сказал в этом видео мы рассмотрим сразу три устройства поставляются они в брендированных упаковках на всех имеется логотип экосистемы apple home kit для использования с которой они предназначены на всех коробках имеется qr-код содержащий ссылку на инструкцию к устройству и начнем знакомство с комплекта состоящего из реле с кинетическим выключателем качестве транспортной сети она как впрочем и остальные устройства из видео используют вайфай и предназначена для нагрузок мощностью до трех с половиной киловатт ток до 16 ампер и напряжение от 100 до 240 вольт коробки находятся два устройства сверху собственно само реле под ним кинетический выключатель это означает что ему для работы не требуется элемент питания энергия вырабатывается в момент нажатия на клавишу вот что нашлось внутри кроме упомянутых уже реле и беспроводного выключателя тут есть две полоски двустороннего скотча для его крепления на поверхности и наклейка скалы олицетворяющая бренд реле имеет квадратную форму закругленными краями размер 4 9 на 4 9 на 2 и 2 сантиметра кроме вайфай 2 и 4 гигагерца тут имеется и радиоинтерфейс 433 мегагерца он нужен для работы кинетического выключателя верхней части корпуса реле имеется кнопка короткое нажатие переключает его состояние удержание более 10 секунд сброс заводские на корпусе есть наклейка с уникальным qr-кодом который нужен для подключения устройства в apple home kit в нижней части колодка с шестью винтовыми контактами входящие исходящие фазы и ноль а также два контакта для подключения внешнего механического выключателя кинетический выключатель стандартного для устройств такого класса размера 86 на 86 миллиметров вся фронтальная часть это большая клавиша на задней части корпуса имеются два отверстия для крепления на стену также для этого можно использовать комплектный скотч а вот устройство выключателя как видите никаких батареек тут нет энергия для импульса генерируется в момент нажатия клавиши примерка реле в стандартный круглый подрозетник помещается нормально однако стоит помнить что провода также занимают место поэтому лучше использовать глубокие подрозетники питание от электросети подключается контактом l-in и n-in где l это фаза а н ноль реле разрывает только фазу поэтому для вашей безопасности обязательно стоит проверять соответствие проводов самому реле все равно как они подключены соответственно нагрузка подключается контактом l-out и n-out при этом 0 не обязательно вести от реле он может быть подведен например к светильнику отдельно тогда достаточно будет подключить только исходящую фазу l-out это кстати еще одна причина строго соблюдать правильность соединения фазы и нуля теперь проверим совместимость apple home kit приложения дом открываем меню добавления выбираем добавить аксессуар запускаются окно камеры которые нужно отсканировать qr-код на корпусе реле система определяет тип устройства выключатель после чего нужно немного подождать естественно что реле должно быть подключено к питанию на всякий случай уточню что для этого подключения никаких дополнительных приложений ставить не надо далее приложение предлагает выбрать локацию и название для выключателя обратите внимание на задний план там реле уже видно с техническим названием cozy life hbte существует и отдельное приложение cozy life которая по-видимому также подойдет для работы с этим устройством далее выбираем тип отображения как вентилятор выключатель или осветительный прибор на этом процесс подключения завершается управление простое включение или выключение в том числе при помощи голосового ассистента помним что для использования полноценных автоматизаций в apple home kit нужно иметь устройство выполняющая роль центра управления например apple tv не ниже четвертой версии или колонка home pod подойдет и обычная и mini управление сквозное и выключателем и из приложения и через siri и кнопкой на самом реле реакция везде одна и та же переключение состояния реле на противоположное при размещении в подрозетнике за механическим выключателем можно использовать и его в сочетании со всеми остальными способами в случае пропадания внешнего питания реле после его появления восстанавливает тот статус в котором находилась перед его отключения теперь рассмотрим компактный реле в подрозетник это самая маленькая коробочка из тех что попали ко мне на тестирование при этом параметры такие же какие уже рассмотренные модели лишь за тем исключением что у него нет радиоинтерфейса беспроводное управление только по вай фай комплекте только реле и наклейка смешной панды мелочи но то что им уделяется столько внимания является хорошим признаком целом размер этого реле 4 на 4 на 2 сантиметра на винтовой колодке тут также находится 6 контактов помним о необходимости правильного подключения фаза 0 на корпусе также имеется наклейка с qr-кодом для хомки а кнопка для переключения и сброса находится на задней стороне устройства вот оба реле в сравнении версия с кинетическим выключателем немного больше и имеет закругленные края если старшая модель поместилась круглый подрозетник то с этой тоже никаких проблем нет даже немного больше места для проводов остается хотя количество контактов такое же их порядок немного отличается но рекомендации те же обязательное соблюдение порядка фазы и нуля разрывается только фаза контакт l к нагрузке подключаются контакты с отметкой out l фаза n0 как и в предыдущем случае если 0 подведен к нагрузке отдельно and out можно не использовать теперь очередь проверить работу реле в apple home kit подключение при помощи сканирования qr-кода при необходимости цифры можно вводить и вручную выбрав опцию другие параметры и это реле изначально определилась как выключатель не забываем подключить к нему питание иначе ждать придется долго и безрезультатно если мастер подключения выдает ошибку то устройство нужно сбросить заводские при помощи удерживания клавиши на корпусе выбираем локацию и название для устройства как видим по заднему фону это реле также относится к системе cosy life но для работы с apple home kit это приложение не нужно и финальный шаг на котором можно выбрать как устройство будет отображаться в приложении дом вентилятор выключатель или лампочка свойствах устройства видим название производителя его модель cosy life switch l1 версию прошивки 101 она может работать в автоматизациях совместно с подключенными home kit гаджетами в том числе и других производителей например акара из доступных действий тут только включить и выключить еще один момент который стоит помнить home kit это локальный независимый от доступа в интернет протокол поэтому работает все практически мгновенно вот как оно работает приложение голосовой помощник выключатель все функционирует быстро и одновременно как и в предыдущем тесте я тут использую обычный фиксируемый клавишный выключатель случае отключения внешнего питания после его восстановления реле возвращается в то состояние в котором было перед отключением и третье последнее на сегодня устройство управляемая розетка переходник простое решение для управления питанием различной бытовой техники параметры аналогично как у рассмотренных ранее реле ток нагрузки до 16 ампер напряжение питания от 100 до 240 вольт мощность до трех с половиной киловатт тут же приведен пример для применения розетки управление радиатором отопления по показаниям датчика температуры датчик комплект не входит комплекте розетка и наклейка с пандой напомню что инструкции доступны по ссылке в qr-коде я лично поддерживаю электронные инструкции это не только экологичнее но и позволяет их своевременно актуализировать устройство устанавливается между нагрузкой и обычной розеткой тут используются толстые 16 амперные контакты для вилки рассчитаны на глубокие шука евро розетки есть сквозные контакты заземления на корпусе также имеется наклейка с qr-кодом подключение тут самое простое достаточно просто вставить в розетку совместимые с универсальными разъемами как у этого удлинителя от сяоми проверим и розетку на фактическую совместимость с apple home kit процесс подключения стандартно через сканирование qr-кода еще один момент если у вас раздельные сети на 2 и 4 и 5 гигагерц устройство которым вы сканируете код должно быть на диапазоне 2 и 4 в данном случае система определила тип устройства розетка далее немного ждем пока пройдет обмен данными в ходе которого ваш телефон или планшет подключается к точке доступа розетки и передает ей данные вашей вай-фай сети далее выбираем локацию и устанавливаем название для розетки фоне снова видим козе life и на финальном шаге остается выбрать тип отображения тут вместо выключателя выбирается розетка что касается управления доступно только включение и выключение питания на подключенную к розетке нагрузку управление сквозное через приложение автоматизации голосового ассистента siri и при помощи кнопки на самой розетки проверим память состояние как и реле розетка восстанавливает свой статус в котором было до отключения питания я считаю что для пользователей экосистемы умного дома apple home kit это хороший вариант относительно бюджетно если сравнивать с другими сертифицированными для apple устройствами с локальной доставкой поддержкой и годовой гарантией на всякий случай отвечу на вопрос по подключению этих устройств home assistant это возможно но придется установить приложение козе life для того чтобы подключить их к вашему вай-фай затем используя интеграцию home kit контроллер через ручной ввод кода на наклейке добавить home assistant нужно понимать что протокол home kit поддерживает только одно подключение в один момент времени и если гаджет подключен к apple home kit я имею ввиду оригинальное приложение дом то он не добавится в home assistant и наоборот но в случае с home assistant есть еще одна обратная интеграция home kit которая подключает в приложение дом сам home assistant в режиме моста после чего в дом можно добавить практически любое устройство х на этом все надеюсь что видео было вам полезно и интересно буду благодарен за ваши лайки это поможет другим людям найти это видео если вы не хотите пропускать новые обзоры подписывайтесь на мой канал в описании я оставлю все необходимые ссылки на магазины где можно заказать показанные видео устройства на обзоры упомянутые соответствующие этой теме мой телеграм-канал страницу facebook и группу для общения по вопросам умного дома разбитую на разные темы присоединяйтесь будет интересно спасибо за внимание до новых встреч всем мира до новых встреч удачи и